Всем привет! В Galaxy A3 у меня сегодня замена вот такого вот шлейфа с разъёмом питания. Сбором модуль, кнопка home, гнездо зарядки, микрофон, разъёмы антенны, гнездо наушников, две нижние кнопки меню. Сама замена несложная, вся сложность замены состоит в правильном извлечении, отделении дисплейного модуля от каркаса. Вот так он выглядит, я уже снимал, как-то замену дисплейного модуля, там было всё просто. Мы просто оторвали сломанный и приклеили новый. Теперь же задача посложнее, но нужно вот такой же дисплейный модуль снять целым. Это у меня уже открытый, я показываю, который я уже извлекал. Здесь находится двусторонний скотч по периметру, вот, ну и плюс по бокам также, сверху и снизу. Сейчас я покажу, как я отделяю. Итак, модуль, который мы будем разбирать, стоит именно на сепараторе. Прогрел его до 100 градусов. Горячий. Итак, начинаем сверху аккуратно, приподнимая стекло. Далее я пользуюсь вот такими вот отмычками. Срезаем боковины. Ну и здесь, исходя из уже разобранного моего модуля, смотрите, да, поверхность, которую мы можем трогать приблизительно, чуть ниже отверстия верхнего динамика. То есть можно цеплять. Здесь же находятся и опасные моменты. Это шлейф дисплея и шлейф тачскрина. Вот их очень можно, очень легко можно оторвать, повредить, поэтому будьте аккуратны. Вот с этим местом. Итак, случайно включил телефон путем нажатия на кнопку. Итак, аккуратно отделяем двусторонний скотч. Идем по периметру. Сюда можно вставить уже медиатор или что-нибудь. Батарея на последнем дыхании. Батарея заряжается у клиента, но путем... Короче, какой-то из контактов подходит, поэтому телефону постоянно приходится ему переворачивать, переворачивать там, держать в каком-то определенном состоянии, чтобы контакт замкнулся. Ну, тут железная проблема с гнездом зарядки. Итак, аккуратно отделяем. Ну и внизу тоже можно пройтись. Тоже, обращая внимание, внизу находятся вот эти вот две кнопки меню. То есть у нас вот шлейф стоит вот так, и кнопки меню, они завернуты в другую сторону. То есть они находятся вот здесь. Соответственно, здесь у нас находится также шлейф боковых кнопок один, второй, который также можно очень легко повредить. Поэтому имейте ввиду. Далеко не запускайте. Этот пластик, который у меня срезает двусторонний скотч, он, конечно, мягкий, но запросто может срезать, допустим, шлейф тачскрина вот этот вот, который я один раз уже срезал. А экран, я вам скажу, дороговатый. Порядка 80-90 евро стоит данный дисплей, поэтому аккуратнее. Итак, далее. Соединили основной периметральный скотч, вот этот вот. Далее я беру другую отмычку и срезаем вот этот вот скотч, который находится у нас на самой рамке. Я бы сказал, это основной скотч, вот этот вот. Он очень тонкий, но он достаточно крепко держит вот эту вот алюминиевую фольгу, поэтому нужно будет срезать его, отделять вот этой вот алюминиевой фольги дисплейного модуля. Сделать это. Телефон уже остыл, прогреем еще раз. Сделать это можно будет такими вот отмычками, которые я уже в одном видео показываю. Вот. Ну, либо есть специальная жидкость. Не знаю, мне не нравится пользоваться этой жидкостью. Не очень качественно получается. Так. К тому же здесь у нас еще находится разъем дисплейного модуля. Вот он. Здесь вот где-то он пристегивается. Это уже имеете в виду все эти моменты. Итак, вот отмычка чуть дальше. Приблизительно под разъем дисплейного модуля. То есть вот где-то, вот где-то вот сюда. И срезаем двусторонний скотч. Проталкиваем внутрь. Здесь до конца дисплея можно смело срезать двусторонний скотч. У нас еще никаких опасных моментов там нету. Вот. Видите, да? То есть вот до сюда. Можно смело вот этот отсюда, до сюда можно смело срезать. Нет никаких разъемов, шлейфов. Так. С другой стороны. Аккуратно здесь проходит шлейф. Не забывайте. Вот этот самый шлейф тачскрина. Он очень легко срезается. Вот. Очень запросто можно его повредить. Поэтому имейте ввиду это подальше от него. Оставлено. Так, готово. И теперь срезаем вот эту вот часть, это основная часть, вот эта вот часть, она основная, больше всего она придерживает дисплейный модуль, видите, да. И как раз в этом месте, вот эту часть мы сейчас обрезаем, и дисплей без проблем. Так, давайте с другой стороны вставим. Здесь, не забудьте, что нужно будет отстегнуть дисплей, вот здесь находится разъём дисплея, чуть ниже. Вот как-то так. 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 Отстегиваем разъём. Вот у нас разъём. Сигнал разъём. Вот видите, да, внутри. Далее. После того, как мы срезали эту часть, можно потихоньку отсоединять. Отсоединять. Дисплей. Вот ещё держит там что-то у нас. Давайте. Осталась ещё приклеенная. Так. Теперь приступаем. Разогреваем низ. 350 градусов стоит, но будьте аккуратны, можно запросто сжечь дисплейную матрицу, поэтому сильно не увлекайтесь нагревом. Можно, в принципе, поставить и 200 градусов. Так, я думаю, будет безопаснее. Ну и чуть подольше разогревать. Так. Вот сейчас срезаем вот эту вот часть двустороннего скотча. Там она осталась ещё у нас. Придерживает. И, как видите, да, дисплей уже более отходит. Ну и последняя, это вот эта вот часть двустороннего скотча, самая нижняя. Она, в принципе, самая лёгкая, самая мягкая. КАРАВИТ РАВИТ ДОН referendum says she is ugly. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА РАВИТ Сейчас я вам покажу еще один из опасных моментов. То, о чем я говорил в начале, это вот эти вот кнопки. Как видите, они постоянно, когда открываете дисплейный модуль, они приклеены к стеклу, к низу стекла, поэтому аккуратно их вот так вот соедините и верните на место. Дальше уже все просто. Дисплейный модуль снят. Как видите, повредило здесь немного алюминиевую фольгу, ничего страшного. Такое бывает. Абсолютно никаких дефектов никаких. Ничего страшного не будет. Все, теперь после снятия дисплейного модуля смело меняем гнездо зарядки, откручиваем винты. Обычные, стандартные, самсунговские винты. Вот так выглядит. И вот так. Да. перед отделением дисплейного модуля имейте перед собой всегда вот эту картинку то есть те места которым дисплейный модуль крепится к рамке и так сняли винты еще один у меня остался в середине едва еще внизу я пропустил соединяем пластиковый это защитный экран от рамки забыл снять слот думаю еще не идет бы снимаем с 8 карты карту памяти теперь аккуратно вытаскиваем системную плату так все открутили здесь вытащили системную плату отстегиваем не знаю еще с этим гнездом но у нас заряжает то не заряжает в принципе тут по сути можно поменять одно гнездо кстати у меня таких нету контакты похожи на galaxy s3 но это точно не она короче меняем шлейф сборе отстегиваем качельный кабель давайте открутим вот этот винтик отстегиваем батарею нужно было сделать сразу как только сняли системную плату с рамкой отстегиваем разъем давайте начнем отсюда снимаем аккуратно кнопки шлейф этот выбрасывать совсем ни к чему как видите он целый нормальный можно заменить на нем внизу зарядки и поставить его как новый итак сняли шлейф снимаем распечатываем новый шлейф снимаем пластики защитные двусторонних скотчей кнопок посадочных мест так и устанавливаем его так вот это мы оставили и устанавливаем давайте начнем с разъема как видите полностью плату я не снимаю я думаю что она и так хорошо пристегнется до полного клика до все пристегнулась и теперь устанавливаем на свои места строго по отверстиям застегиваем к xl пристегиваем батарею так забили закрутить винтик чуть не забыли черный винтик внизу системная плата у нас который был устанавливаем системную плату с рамкой вниз вверх вставляем слот sim-карты закручиваем все винты закручиваем все винты на сито очень вкусно очень вкусно В общем-то, на этом всё. Сейчас я установлю обратный дисплейный модуль. Сейчас мы проверим зарядку, подключим кабель и посмотрим. Я уверен, что он заряжается, потому что эти запчасти, откуда я заказываю, гнёзда зарядки из шлейфа очень хорошего качества. Поэтому я смело собираю телефон. Две стороны скотч. Металлическая фольга. Давайте подкручиваем гнездо. Смотрим. Ну всё, зарядка пошла. Всё в норме. Прогреваю, выравниваю двусторонний скотч на дисплейном модуле. И в принципе на этом всё. не надо менять двусторонний скотч. Вот я вас уверяю, это оригинальный скотч. Он очень крепкий. Просто перед постановкой прогрейте его. Также прогрейте скотч вот этот, который непосредственно удерживает дисплейный модуль. Видите, да? Свойства не потерял. Можно смело садить на него. Укладываем дисплей. И как следует прессуем. Только не слишком сильно. Всем спасибо за внимание, друзья. С вами был Dove. Это был Galaxy A3. Как видите, никаких зазоров. Всем удачи в ремонте. До новых встреч.